Пришло время раздавать подарки. Традиционно в это время мы что-нибудь такое интересненькое разыгрываем. Но вот я, как человек, который любит неожиданности и приятные сюрпризы, сегодня особенно рада, потому что среди подарков у нас тоже необычность некая есть в канун профессионального праздника. А если кто-то не знает, помимо крещения, 19 января в Беларуси отметят еще и День спасателя. Так вот, специалисты Минского городского управления МЧС решили поздравить при помощи Радио Минск, конечно же, всех спасателей с праздником наступающим, но и заодно приготовили подарки для слушателей, что приятно. Да, накануна сегодня рюкзак от МЧС. Практически противопожарный. Вот такой красивый, удобный, можно в него много чего положить с логотипчиком. В общем, полезная вещь в хозяйстве. И вот кто-то из слушателей может получить этот самый рюкзак сегодня. Но для того, чтобы получить, нужно сначала справиться с заданием маленькой квизмы. Как обычно, мы ставим какие-то звуковые вопросы, и сегодня будет диалог звучать. И вам нужно будет догадаться, из какого произведения этот диалог. Присылать название этого произведения к нам сюда в студию. Пожалуйста, есть у нас средства связи. Короткий номер для смс-сообщения 9240. Услуга платная, но все еще недорогая. Есть номер подлиннее, зато бесплатно вайбер и телеграмм. Код 044, а номер звучит так 7158472. Слушаем диалог и узнаем, из какого же он произведения. Название присылаем в студию. Ну и тот, кто первым справится с заданием, будем с вами продолжать играть уже в большой квизме. Но это будет чуточку попозже, а пока слушаем. Дайте-ка почитать. Я не могу этого сделать. Я сжег его в печке. Простите, не поверю. Этого быть не может. Рукописи не горят. Итак, диалог с какого-то произведения. Ждем его название. Присылайте, пожалуйста, в наши мессенджеры. Вайбер или телеграмм-код 44, номер 7158472. И короткий номер для смс, напомню, 9240. Радио Минск. Доброе утро. Большая квизма. Продолжаем сражение за рюкзак от Министерства чрезвычайных ситуаций. И завтра праздник профессиональный у спасателей. Поэтому вот так вот решили мы подбодрить наших слушателей. Да, да и полезную вещь, в общем-то. Разыграем. А дальше еще у нас вопросы будут тоже полезные, кстати. Но пока мы переходим к нашей слушательнице, которая первая справилась с заданием. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Татьяна, давайте еще раз кусочек поставлю. Ну так, совсем коротенечко услышим мы, что же мы зазагадывали. А вы потом назовете это произведение. Хорошо? Да, 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 конечно. Этого быть не может. Рукописи не горят. Мне кажется, известная фраза. И откуда же она? Из фильма «Мастер и Маргарита», фильм «Бортко». Да, ну и книга, соответственно, тоже так называется. «Мастер и Маргарита». Ну, в общем, так символично мы решили с пожарными связать, в общем, такую знаменитую фразу. У нас впереди три вопроса. Вам достаточно правильно будет ответить на два из них. Вопросы будут так или иначе связаны с нашими спасателями, которые как раз завтра отметят свой профессиональный праздник. Поэтому, Татьяна, я думаю, вы готовы морально? Да, готовы. Давайте, попытаем счастье. Первый вопрос у нас разминочный. Я думаю, что вы с легкостью на него ответите. Так вот, говорили мы про то, что рукописи не горят, но, к сожалению, другие материалы, они все-таки неустойчивы к пламени. Так вот, если бы загоревшиеся где-то в Беларуси, ну, рукописи или что-то другое, стали причиной пожара, по какому номеру нужно вызывать пожарных? 101, думаю, да. Так. А еще, вот еще. С недавнего времени в Беларуси, да, немножечко обновились цифры. Есть номер. Спасатели именно, по которым можно вызвать. Детки все знают, ну, понятно, взрослые могут растеряться в этой ситуации. Какой у вас полезный вопрос? Дело в том, что я сама из Петербурга. Ага. Я живу, и слава тебе, Господи, не было у меня никаких инцидентов. Да. Я вам скажу так. Надо знать, какой же это номер. Хорошо, мы тогда вам скажем, и для остальных слушателей тоже. 112. 112. 112. Но здесь практически, ну, вот такое обстоятельство, ну, откуда человек мог знать, если к счастью не приходилось обращаться? Да, не пригодилось, и хорошо. У нас познавательная, в том числе, викторина, номер 112. Мы его, значит, проговорили. У нас еще два вопроса и две попытки вам, Татьяна, для того, чтобы правильно ответить и получить подарок. Я думаю, что вы с успехом должны с ними справиться, тем более, что во втором вопросе у нас будет три варианта ответа. Итак, в подразделениях МЧС одним из самых популярных и многофункциональных ручных инструментов является, как ни странно, лом. Можно им и двери вскрывать, и петли срывать, и открывать крышки гидрантов, очень много всего остального делать. Так вот, имеет этот лом некое свое название. Давайте попробуем угадать, как он называется. Хулиган, головорез или сорванец? Как вы думаете? Здесь можно даже логически так немножечко порассуждать. Наверное, сорванец. Думаете, сорванец. Но вот я вам... Тогда хулиган. Хулиган! Уцепились за это, да. Уцепились, да. Я даже подсказать не успел, Татьяна. Вот тут честно. Ну, согласитесь, не успел вам подсказать, правильно? Ну, конечно, не успел. Не успел, хулиган. Так, один вопрос из трех вы взяли. Давайте, у нас финальный вопрос. Если его берете, то рюкзачок достается вам. Вопрос этот в стиле «Верю-не верю». Я вам какой-то факт зачитываю, а вы мне говорите, правда это? Или мы придумали все? Готовы? Да, готова. Так, Татьяна, держим за вас кулачки. Правда ли, что когда-то пожарные ведра придумали делать конической формы, чтобы снизить интерес к их кражам? Мол, в хозяйстве такие ведра бесполезны, а значит, их не утянут воришки. Правда это? Или мы придумали? Правда. Думаете? А вы думаете, человек, который хочет своровать ведро, его остановит то, что он конической формы? Нет, не правда. И захочет воровать их именно у пожарных. Так, Татьяна, так, давайте, без последствий, логический дух. Не верю. Не верите? Ну и очень правильно делаете. На самом деле, коническим ведром удобнее, во-первых, зачерпнуть песок. Происходит так, что оно полностью наполняется песком, вот если вдруг понадобилось это сделать. А выброшенная из такой формы ведра вода летит точнее и попадает прямо в цель. Вот так. Поэтому очень хорошо, что вы нам не поверили, Татьяна. Татьяна, ну вы теперь мало того, что получаете рюкзак, так вот вы еще и знаете номер. Если вдруг что-то, какая-то чрезвычайная ситуация с вами случилась, номер 112. Я, кстати, посмотрел с 1 июля 2013 года. Вот. Он введен в общий телефонный вот этот реестр. Татьяна, я вас поздравляю. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы вам расскажем, как забрать ваш подарок.